Начало весны важная пора для агрария. Всев Яровых на Кубани стартовал. Кроме того, сегодня уже можно оценить состояние озимых. Вместе со специалистами краевого минсельхоза Александр Ткачёв осматривает поля северной и центральной части края. Кое-где ещё лежит снег, но всходы видно хорошие. Вертолёт главы региона делает промежуточную остановку в Тихорецком районе. Тут же на поле с руководителями хозяйств обсуждают состояние посевов. Ясмень полностью тронулся в рост. Вот смотрите, все практически беленькие. Он так по развитию... Конечно, но он раскущённый, 4 стебля, 3-4 стебля, я так вижу. В оптимальные сроки он посеян, он посеян 13 октября. Мыши как здесь? По мышам мы отработали, обязательно полностью всю площадь закрыли по мышевидным грозунам, повторили, где надо, необходимость была. Этот вопрос, эта тема закрыта у нас. О том, что увидел с высоты птичьего полёта, Александр Ткачёв рассказывает уже на краевом селекторном совещании по агропромышленному комплексу, которое впервые решили провести в Тихорецке. На связи все главы районов. Много вопросов у губернатора к руководителю Кореновского района. На полях там вовсю орудуют грызуны. С высоты хорошо видно. На зелёных квадратах сплошь чёрные точки. Картина достаточно пёстрая. Не везде зимы сформировали нужную густоту. Есть места, где достаточно и много влаги. Обработку от грызунов, к сожалению, не везде. Эту работу сделали и как следствие. Особенно меня огорчил юг Кореновского района. У нас присутствуют эти руководители. Ну позор, понимаете? В недобор минимум 10-15-20 центнеров будет. Эта зараза, она же потом расходится по всему краю. По соседним территориям и так далее. Сначала она вас съест, а потом дальше пойдёт. Мы разберёмся. Я разберусь лично. Вы начинающий глава у нас, так сказать. Значит, не ждите, пока вам из Кашандара эту новость принесут, где у вас мыши, а где у вас там более-менее. Сами мониторьте, сами гоняйте свои службы почаще. Замечания губернатор делает и фермерам, которые набрали земли, а ухаживать за ней то ли желания нет, то ли опыта не хватает. В прошлом году благодаря таким «хозяевам» край не добрал 600 тысяч тонн зерновых. Больше 3,5 миллиардов рублей для кого-то оказались лишними. Изменить в корне ситуацию возможно, считает министр сельского хозяйства края. Господдержку должны получать прежде всего те хозяйства, которые развиваются, используют новые технологии, а значит, уже сегодня закладывают основу для будущего урожая. В целом, год для озимых благоприятный. И ни у кого не должна закладываться даже коллеги мысль, где-то что-то пересевать, где-то что-то подсевать. И не дай бог не получить урожай, который губернатор сегодня на вертолетном облете уже обозначил. Минимум Кубань должна получить 55 центнеров. Но губернатор делает поправку. Сегодня главное не рекордный урожай любой ценой, а производство конкурентноспособной продукции. В условиях, когда импортное продовольствие дорожает с каждым днем, у кубанских производителей есть возможность занять эту нишу. Совершенно другие деньги можно зарабатывать, не продавая зерно, как сырье на экспорт, а используя его для производства мяса и молока. В крае уже есть такие примеры, когда в одном хозяйстве прибыль получают сразу от двух отраслей. Растеневодство от животноводства неотделимо. Молоко всегда было и остается рентабельным. И в этой спайке, в этой работе животноводство-растеневодство только принесет пользу. Что касается видов на будущий урожай, перезимовали без особых потерь, докладывают руководители территории. Январские ледяные дожди ощутимого ущерба не нанесли. 2013-й стал для кубанских аграриев рекордным. Собрали 12 миллионов тонн зерновых. И это теперь заветная высота. Задача, я думаю, что этого года собрать не меньше. И еще раз подчеркиваю, этот год складывается достаточно прилично. Я не хочу говорить о рекордах, которые мы должны условно побить в этом году. Они нам не нужны, но он должен быть не ниже. А я напомню, что урожай прошлого года был 53 центера. Чуть больше, 53,1 центера с гитарой. Нам не нужен урожай любой ценой. Цена всему – это рентабельность. Вывод какой? Конечно, вкладывать в землю. Конечно, думать о подороде. Набор техники. Естественно, семена. Ну и, понятно, модернизация производства. На всех этапах. Всегда об этом надо думать. Смотреть, какой соседей. Александр Ткачев опроверг слухи о резком падении цен на российское зерно в связи с экономической ситуацией в мире. Большого колебания цен не предвидится. А значит, ничто не помешает и успешной торговле. Да и погода пока на стороне аграриев. К началу мая все пассивные работы в крае должны завершить. Евгений Вольский, Яна Москаленко, Валерий Пятов и Антон Калиниченко. 9 канал Тихорецкий район. Яна Москаленко, Валерий Пятов и Антон Калиниченко. Продолжение следует...